Неудачная прогулка «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» Евангелие от Марка, 4 глава, 22 стих «Хочешь интересно провести время?» – спросила Зоя у Оли Когда они возвращались домой после школьных уроков Зоя с Олей учились в четвертом классе Они сидели за одной партой и жили по соседству «Что ты имеешь в виду?» – с любопытством поинтересовалась Оля «Давай завтра вместо уроков поедем в центр города» – объяснила свой планшет Зоя «Сходим на новую выставку цветов, а потом поедим мороженое в кафе Мама подарила мне немало денег в честь моего дня рождения А как мы объясним учителям свое отсутствие на уроках?» – спросила Оля Которой очень понравилась Зоина идея «Да ты что, забыла? У нас завтра только три второстепенных урока Никто ничего не заметит» – убежденно ответила Зоя «А что мы скажем дома, если задержимся в городе?» – продолжала тревожиться Оля «Сегодня вечером предупредим родителей о том, что завтра у нас продленка» – сразу придумала Зоя «Но это же неправда» – нерешительно проговорила Оля «Ну тогда иди на уроки, Святоша, а я погуляю без тебя» – Оля еще немного поколебалась Она была из верующей семьи, где ее учили только хорошему Но сейчас желание весело провести время победило И она торопливо сказала «Ну ладно, я поеду с тобой, где встретимся завтра утром?» «Давай на автобусной остановке» – довольная ее согласием ответила Зоя Вечером Оля объявила родителям «Завтра у нас в классе продленка, и я вернусь домой позже» Мама заботливо сказала «Возьми с собой побольше бутербродов» А папа добавил «Будь внимательной на уроках» На следующее утро Зоя с Олей доехали на автобусе в центр города Но когда они добрались до выставочного зала, оказалось, что выставка цветов начнется только завтра Внезапно пошел сильный дождь, а подружки не взяли с собой зонтиков «Пошли быстрее в кафе», – вскомандовала Зоя Пока они нашли кафе, изрядно промокли и немного замерзли Поэтому мороженое девочки ели без всякого удовольствия К тому же Оля все более осознавала, что поступила неправильно, обманув родителей Настроение у нее совсем испортилось Когда они вышли из кафе, то увидели, что дождь усилился «Давай сходим в кинотеатр, у меня еще остались деньги», – находчиво предложила Зоя Оля хорошо знала, что в кинотеатре ничего полезного для души нет, и ответила «Нет, туда я не пойду» Но Зоя возмущенно воскликнула «Куда же нам деться? Домой возвращаться еще нельзя! Хочешь мокнуть под дождем?» Пришлось Оле пойти с ней в кинотеатр Там они просидели три часа, посмотрев длинный двухсерийный фильм с убийствами и другими неприятными сценами В это время отец Оли решил заехать за ней в школу, чтобы после трудного, как он думал, учебного дня отвезти ее домой Но, к его удивлению, учеников в школе уже не было Дежурный учитель, узнав, кого он ищет, сказал «У четвертого класса было только три урока, и все ученики давно ушли домой Я тоже проводил урок в этом классе, но Оли с Зоей сегодня не было» Попрощавшись с ним, папа вернулся домой и рассказал об этом своей жене Они помолились и собрались идти на поиски дочери, но тут она вошла в дом Родители ожидающе смотрели на дочку А Оля, ничего не подозревая, сняла с плечи рюкзак и сказала «Я так устала на продленке» «А где же она у тебя проходила?» – спросил папа «Как это где?» «В школе, конечно» «Вы что, забыли?» – укоризненно глядя на родителей, ответила Оля Но папа решительно произнес «Садись, дочка, и рассказывай, где ты провела этот день?» И тогда Оля горько заплакала, а затем, немного успокоившись, честно и подробно рассказала обо всем, что случилось А в конце рассказа она с сожалением воскликнула «И зачем только я поехала с Зоей? Если бы я сразу отказалась, то все было бы хорошо» «Почему же ты этого не сделала?» – спросил папа «Во всем виновата эта противная Зоя!» – объяснила Оля «Она всегда придумывает что-то плохое» Но папа возразил «Нет, дочка, причина в другом Ты еще не отдала свое сердце Иисусу Христу Поэтому в нем появляются нехорошие мысли и желания А разве Зоя совсем не виновата? Она почти заставила меня поехать с ней» Обиженно попыталась защитить себя Оля «Однако папа сказал, каждый человек будет отвечать перед Богом только за свои поступки Поэтому ты должна привести в порядок свое сердце, а потом переживать и молиться о Зое и других Такой Божий порядок» «Но мне кажется, что мое сердце в порядке» – удивленно ответила Оля «Ведь я уже давно хожу в церковь, знаю наизусть стихи из Библии и живу в верующей семье» «Этого дочка мало», – покачав головой, сказал папа «Пока в твоем сердце не будет жить Христос, ты не сможешь побеждать зло» А мама печально добавила «Пойми, Оленька, мы не можем передать тебе свою веру по наследству Ты сама должна прийти к Иисусу» И тут вдруг Оля громко заплакала, закрыв лицо руками Папа встревоженно спросил «Что случилось? У тебя что-то болит?» Но Оля с трудом произнесла «Нет, ничего не болит, просто я никак не могу забыть тот ужасный фильм Там было столько плохого, что все это до сих пор мелькает у меня перед глазами» «Давайте все вместе попросим помощи у Господа», – предложил папа «Если хочешь, доченька, помолись первой» Они втроем склонились для молитвы И Оля в глубоком волнении произнесла «Господи, прости меня за непослушание Теперь я поняла, что сама виновата во всем И хочу, чтобы ты жил в моем сердце и помогал мне всегда поступать правильно» Затем Олины родители тоже помолились И поблагодарили Бога за то, что Он помог их дочери осудить себя А после всего этого Оля, на лице которой еще не высохли слезы, радостно сказала «Теперь все плохое прошло, но мне так хочется, чтобы и Зоя пустила Иисуса в свое сердце Я буду молиться о ней Да, сейчас ты можешь это делать», – согласился папа «Но главное – будь сама всегда послушна Господу» Идти своим путем опасно Но Бог нам говорит так ясно Что в жизни вам не заблудиться Должны вы предо мной смириться В своих грехах признаться нужно Склониться пред Христом послушно Плохих поступков не скрывая Я вас доведу до рая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok